Доброе утро, друзья! Всем чао-чао от нас! 9 утра, мы поехали за Никитой. В общем, как у него дела? Всё в порядке? Дурдомы, конечно, были немножко вчера вечером. В общем, сначала он мне писал, насколько я поняла, что они после обеда поехали в лес на велосипедах. Ну, так как Никита живёт далековато, чем другие друзья. Он с собой велосипед не брал, и он поехал... Кто-то его отвёз на маленьком таком мотоцикле подростковом. Вот, так что они в лес поехали, ребята. По грибы, не знаю, ещё прогуляться. Может, там река какая-то есть. Вот, потом после обеда, что они после леса, я не знаю, что они делали. Они... Где-то был звонок в 8.30 вечера. Мама, мне надо срочно сфотографировать паспорт. Пришли мне срочно-срочно. Что случилось там? Короче, что была фотография и была дата рождения. Что случилось? А я уже испугалась. Что случилось? Я буквально вчера вечером смотрела блог одной нашей, которая живёт в Италии, которая рассказывает о этом беспределе всемирном. Вот, и она говорила, что оказывается, в Артеке там забрали среди ночи детей. Вот. И всё. И я вот... Чё-то мне это закралось в душу, понимаете. Ну, вот из-за этого хреновируса, блин. Вот. Что там к чему, до сих пор не пойму. Почему они забрали среди ночи детей, отвезли в какую-то больницу. И не дают им ненормального питания, не общаться с родителями. В общем, короче. И Никита мне позвонил, думал, надо документы. Я уже испугалась, честно говоря, что случилось, блин. Всё, у меня заклинило. Оказывается, они не поверили, что ему 16 лет. Там фильм с 16 лет надо иметь 16 лет. И говорят, боже, у меня так смешно стало. Мужику... Мужик ростом 2 метра, даже выше, чем 2 метра, он намного выше, чем на голову меня. И они не поверили, что ему есть 16 лет. Мы с Рином нажали. Фариды такие. Ну, на, ну, кредевы. Ну, кредевы такие, Никита Асадича. Короче. В общем, я ему сфотографировала паспорт, где фотография его последняя именно. По-моему, в 14 лет я его фотографировала там. Но похож, конечно. И всё нормально. Пошли они в кино. В 9 вечера начинался это кино. Я не знаю, что за фильм. Я не знаю, во сколько закончился фильм. Утром мы с ним не списывались. Он мне написал приехать к 10, забрать его. Вот мы поехали. Нам снова ехать минут 40. Выехали пораньше, потому что вдруг будет тут пробки по дороге. Ко-серу-Маджиори. Но сегодня вряд ли будут сильные пробки. Потому что сегодня у нас не солнечная погода. А после обеда обещают даже дождь. Даже град. Так что, если мы пораньше приедем, где-то там остаемся. По кофейку попьём и всё. Вот, пока рассказываю, покажу вам просторы. Честно говоря, я завидую Никите, что он ездит на встречу с друзьями именно с ночёвкой. Вот они туда-туда-туда поехали. В лес поехали. Там они ещё в бассейн хотели поехать. Не знаю, ездили, не ездили. В кино сходили. В общем, мама друга работает в пиццерии. Они там пиццу кушали. И он поехал именно с ночёвкой. Вот, конечно, я в своё время, когда я была подростком, вот, в тревоге возрасте, я никогда не встречалась с подругами с ночевой. Но летние лагеря это, конечно, несёт. А именно вот, чтобы ехать на встречу с подругами, говорится, я никогда там ночевать не оставалась. А здесь Никита уже, который раз, остаётся ночевать у друга. Но бедный друг, конечно, я его понимаю. Потому что он живёт фиг знает сколько километров от города. И они учатся в одной школе. И ему каждое утро приходится ехать в эту школу. А он там живёт в каком-то селе. О, мак, он кальма. Он там живёт в каком-то селе. И, видать, летом скучает по друзьям школьным. И вот, снова, вот, в прошлое лето он познал в гости Никиту. Они там мальчишник устраивали этим летом. И через месяц Никита сказал, снова он туда поедет. Вот, и, видать, это самое. Родители дают допрос, чтобы к нему приезжали друзья именно с ночевой. Вот, чтобы, как говорится, их сыну не было так скучно, тоскливо там. Ну, конечно, хоть они и живут за 3-9 земель, но и видно, что они, что этот мальчик из богатой семьи. В общем, какие-то у нас просторы. А с другой стороны, я не завидую Никите, потому что сейчас эти гаджеты, компьютеры. Хорошо, когда Никита вырывается так на этот мальчишник, он хоть немножко отдыхает душой и телом, потому что целыми днями, летом практически, он сидит за компьютером, выходит только на небольшую прогулку, вот, по моему настоянию. Потому что я друзья, вот, с местными друзьями, именно которые в городе рядом, они не встречаются. Боятся друг друга, боятся, блин. Вот. Из-за этого вируса или что, или жара им мешает, в общем, не знаю. Ну ладно, векали. Мы уже где-то минут 10 проехали, нам еще где-то минут 30 ехать. В какое-то очередное село проезжаем. Видите, там маленькая циркушка какая интересная. А я что хотела добавить. Вот что я не завидую Никите, что сейчас современное время, сейчас у всех компьютеры, гаджеты, телефоны, вот, и они замкнуты в своем кругу, в своей семье, в своем доме, сидят за этими компьютерами, как эти самые, как зомби. Вот я, когда мне было 16, 15, 14 лет, у нас не было не то что компьютеров, у нас не было даже телефонов мобильных. Вот, и мы летом каждый день на улице. Вот, я помню, жила в пятиэтажке на пятом этаже. На четвертом этаже жила одна моя подруга, на третьем этаже другая моя подруга, даже одноклассница. И я бегу вниз, в каждую квартиру сучусь. Светка, выходи, Оксанка, выходи. Или, например, снизу, как говорится, мы внизу на улице и кричали в окно. Светка, Олька, в общем, звали друг друга. И вот это было время. По садам шастали, гуляли, в общем. И чем только не занимались. Но дома практически не сидели. Нас мама заставляла вернуться домой, чтобы пообедать, например. И все. Забегали домой, брали кусок хлеба там, чего-то. И все. И назад снова на улице. Вот это было детство, я понимаю. А сейчас бедные эти ребята с компьютерами, с гаджетами. Ой, как тут красиво. Какой просторный. Ой, я думала, там другое отделение. А там зеркало просто. Но все равно просторный такой барчик. Мы приехали в это село, где живет его друг. Так как мы еще немножко пораньше приехали, решили попить капучино. И возьмем Никите тоже капучино. Бреш, чтобы вдруг он не успеет позавтракать. Смотрите, какие молодцы. Вон, как красивенько разукрасили капучино. Кроссан не взяла, бриошь не взяла. Сделала такую вот штукенцию. Моделец называется. Это тесто с миндалем, в общем. Попробуем. Сейчас второй завтрак сделаем. Так, ну все, это вот это село. Сейчас две минуты и приедем уже, заберем Никиту. Только что позавтракали. Взяли для Никиты тоже капучино и бриошь. Си. Странно, как я. Си. Еще не достроили, представляете? Год назад мы видели вот эту вот новостройку. Когда они закончат, интересно. Ну шикарный особняк, конечно, будет. Хороший участок большой. Никита мне только что написал смс, что он переодевается. Сейчас он придет, выйдет. Раз, два, три, выходи давай. У нас уже времени нет ждать. Как он долго. Вот ребята, подростки. Си. Си. Субтитры сделал DimaTorzok